Значит, пришел я в магазин и говорю, дайте мне 4 голени. Мне говорят, есть 3 голени и окорочок. Я говорю, ну ладно, давайте, будет это 4 голени и 1 бедро. Каждый по-разному все это видит, чувствует и принимает. Значит, что делаем? Несколько простых движений. В одном из роликов я уже это показывал, но теперь показываю еще раз. То есть, если по кругу надрезать, значит, куриную голень, то тогда получается, что она готовится быстрее и маринад проходит туда внутрь. Поэтому делаем так. Ну, то есть, надрезаем просто. Значит, надрезаем. Духовка у меня уже включена, тоже надо включить ее, если вдруг вы собрались это готовить. Если вы собрались готовить, это прекрасное блюдо. Я включаю сразу плиту и сковорочка нагревается. Быстро, быстро, быстро все торопимся, потому что времени мало. Охота быстро. Всем охота есть быстро. Значит, я всегда говорю так, давайте, значит, короткое время потратим на заготовку, а потом пусть это все в духовочке стоит. Итак, масло в сковородку наливаем обязательно. Учтите, что сразу планируйте так, что вот это масло, на котором жарилась курица, на ней потом еще овощи все будут жариться. Кладем сразу курицу вот сюда. С бедром поступаем нещадно, режем также по кругу, вокруг кости. Костя, вокруг тебя режемся. Немножко соли. Курица должна быть соленая. Пока она жарится, режем лук. Лук режем, как бы нам его порезать так, чтобы было удобно потом. Давайте порежем полукольцами. Полукольцами порезали лук. Значит, кольцами порезали перец. До половинки, чтобы сильно острый у нас не получилось. Ну, ты стреляет, кожа куриная, а? Помогаем, 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 ускоряем процессы все. Значит, как только слегка обжарили курицу, перекидываем ее вот в эту прекрасную емкость, для того, чтобы она у нас там готовилась к предстоящему тушению. Ставим сковороду обратно. Вместе с чили перцем вправляем лук. Пока у нас жарится лук, огонек поменьше, добавляем туда чеснок и имбирь. И имбирь лучше натереть на терке поперек волокон, чтобы, знаете, солома эта от имбиря не попадалась потом во рту. Можно было бы, конечно, мелко порезать, но на терке получается гораздо быстрее. Мы просто-напросто вытираем мякоть, а солома вот эта вся остается, видите? Вот она, ее даже не оторвать. Три зубчика чеснока быстро освобождаем от пленки. Все, шинкуем, шинкуем, шинкуем. Шинкуем, шинкуем и, значит, у нас, смотрите, что надо сделать. Часть чеснока у нас идет в курицу в свежем виде вот так. Вторая часть вместе с имбирем отправляется к луку. К этому чуду ко всему отправляется одна столовая ложка с горой томатной пасты. Значит, как только слегка спассировали томатную пасту, добавляем, значит, сюда лаврушечку, листочек пополам. И добавляем сюда кокосовое молоко. Значит, кокосовое молоко нужно перемешивать перед тем, как добавлять, потому что там часть жидкого, а часть растительного жира всплывает наверх. Значит, в зависимости от количества курицы смотрим, чтобы у нас получился соус. Он не должен быть жидкий, он должен быть такой, знаете, густой. Но что курица все равно даст влагу, и мы получим супец. Нагреваем. Пробуем. Соль должна быть каменная. Ну, желательно. Бывает такое, что не найти каменной. Приходится покупать экстра-экстра не очень. Не очень мне нравится. Вот так правильно будет сказать. Значит, соли сыпем. Ой, вообще шикарно. И всем этим чудом заливаем курицу. Нормально, по соли хорошо. Главное, чеснока не жалейте. Курица любит чеснок. Все. Распределяем лук, потому что соус у нас жидко стекает ниже, да, а лук остается сверху. Все, распределили лук. Ставим в духовочку. 180 градусов, 25 минут. Да, значит, что я могу сказать. Там, где есть кокосовое молоко, лучше, конечно, подавать с рисом. Подавайте, пожалуйста, с рисом. А я сейчас буду пробовать. Вот, и лучок допекся, и курочка, вижу, что полностью приготовилась. О, кстати, если вы, вы оставите на ночь курицу в этом соусе, она, конечно, пропитается мощно. Она, во-первых, дойдет. И на завтра можно все это упаковать, отварить отдельный рис и взять с собой на работу. Правда, весь офис сойдет с ума от таких ароматов. Ну, а что? Мы же созданы, чтобы ломать стереотипы. Вот ты, ешкин кот. М-м-м. Горячая. Горячая. У меня лук хрустящий остался. Ну что, 20 минут? Ну, пилю-пилю. Лук хрустящий остался. Вот тебе раз. А курица огонь. Главное, надо окунать это все вот сюда. Да, если вдруг вы надумаете добавить сюда лимон, не добавляйте. У томатной пасты достаточной кислоты. А сливки делают ее сливочной. И поэтому, что тут? Два движения. Кокосовое молоко, томатная паста, курица, лук. Четыре ингредиента. Все остальные допы не считаются, потому что соль, перец, специи. Мы их, как правило, до специи нет никаких. Просто. Со вкусом. С изюминкой. И доступно каждому. Спасибо, до свидания.